Дорожники носятся взад-перед Камазика Замотало дорожникам по колеям Так, ну что, друзья мои, И сгонял я один рейсик, что-то безводная сегодня, А этот что-то едет и не сыплет, и бульдозер поднят. Ох, что-то где-то юлит. Ночью, видимо, был снегопадик такой, нехилый. На Сухач дорога вся геровая. Трассу он разгребает, Сухачи обратно Камаз пробежал. Ну, ни хера, толком ничего не сделал. Так, короче, сделал, видишь, что разгреб. Ну, а трассу, видите, чистят нормально. На заводе, друзья мои, экран сломан. Так что, все выгружается фишкой. Ох, фишка, зацените, какая новенькая. Аж вся поблескивает. Выгрузка происходит в том же самом порядке, как и погрузка, только наоборот. Там вот скамеечка подошла еще. Тоже с фанерой, как и всем. Полфиндер, вот тебе и полфиндер. Ну, вот как-то так. Что-то у меня где-то, блин, воздух зашипел. Ё-моё, то ли под кабиной где-то, блин, то ли передняя камера пропустила, то ли что. Где-то, где-то вот в районе передних колес. Не знаю, сейчас на погрузку приеду. Если будет время, надо будет кабину хоть поднять или оглядеть. Ё-моё, что сделалось вообще? Ничего не предвещало беды. Так, ладно, что, ездим все по Сухачу, туда-обратно. По Сухачу, туда-обратно, взад-перед гоняем. Ну, завтра, наверное, будет выходной день. Шестое число, сказали, что, ну, кто как говорит. Кто говорит выходной, кто говорит не выходной. Так что увидим. Поживем, увидим, как говорится, друзья мои. Привет опять, друзья мои. Блин, сегодня, представляете, уже шестое число. Вчера было пятое. Вот эти все. Блин, вчера, ну, вообще нечего было даже записать. Уж думаю, даже нечего записать, так я и точно не запишу. Нет, блин, вообще. Целый день. В такой суматофе. Погрузка-выгрузка, погрузка-выгрузка, погрузка-выгрузка. Даже, понимаете, даже, блин, вообще, прям капец. Что произошло? Ох, смотрю, у меня загорелся правый поворотник. Чуть-нибудь за фигня. Вилку вытаскиваю. Блин, перестает гореть. Ну, на прицеп, который идет. Разобрал вилку. Посмотрел, все проводки там нормальные. А у меня по прицепу идет цельный кабель. Ну, какой толстый, хороший кабель, конкретный. В коробке, ну, распред коробка стоит, как она называется, для проводов, да, для скруток. Там, думаю, у меня вообще ничего, как бы, не должно нигде перемкнуть. Вскрываю правый фонарь. Блин, там вообще все зашибись. А вот этот маленький, как он называется, повторитель, не повторитель, вот, ну, по бокам-то ставятся. Рога еще, рога называют их. А, как, в интернете есть же, да, один спрашивает, что там, говорит, у меня, дальнобойщик спрашивает, что там у меня, говорит, рога светятся. Ему парень молодой в ответку говорит, ну, который сзади едет. Ага, говорит, светятся. Чем дальше от дома, тем ярче. Ладно, смех-то смехом. Е-мое, что там у нас кверху-то мехом? Короче, проводок, внутри он замкнул, он перестал гореть. Думаю, блин, а они, вы знаете, бегущие огоньки. Отстригул проводок, все, фонарик, этот, поворотник погас. Чудеса, блин, что за херня. Внутри, похоже, замкнул, перестал гореть и замкнул. Такие вот дела. Подъезжаю я к Сукачу. Написал мне Владимир, Владимир Швецов, здешний, здешний сухобезводовский мужик, мой подписчик. Нам, говорит, Алексей встретится. Я говорю, не вопрос. Ну, я уже три дня как бы езжу сюда, да, третий день сегодня. Ну, там все суматошно. А сегодня пацанам, говорю, пацаны, погрузите, говорю, у меня пораньше. Сейчас на дворе у нас 9 часов. Я говорю, пораньше погрузите. И я говорю, надо мне с подписчиком встретиться. А то, говорю, нехорошо получается. О, привет, Серега. Серега физкорист едет, здоровая отца. И хорошо получается. С сухобезводом работаю. Человек хочет встретиться, а я, блин, все как-то это... Как рыба, да. Как рыба, а бляд. Так, ладно. Все, я заехал в Сукач. Опять я чуть по этой дорожке. Что-то там на авареечке кто-то мигает. Выгрузка у меня, кстати, будет. В 12 часов будут загружать. Сейчас времени 9. Сейчас я... Ну, ё-моё, блин. Что, Италь не врубил, что-то? А, нет. Блин, на Калинах вообще фары очень хорошо светят. Ближний свет вообще просто изумительный на Калине. Но когда она стоит на встречке, да еще в таком вот здесь вот чуть такой небольшой подъемчик, бугорок, ё-моё, прямо аж по глазам сразу лупит этот ближний свет. Светит-то не на обочину, а мне прямо, мне в глаза. Такие вот, друзья мои, дела. О, вот он наш заводик. Кстати, кран сломанный до сих пор. Не сломанный, они его обслуживают. Сейчас подъеду. Подъеду и остановлюсь. О-о-о! Не знаю, что я в очередь. Будут первые, не первые. Может, кто-то уже примчался. Да у нас еще не спит. Так, смотрите, как так хорошо. О, она! Кто-то приехал вперед меня. Да. Ну, это неплохо. Кто-то есть. Дорогу немножечко тут почистили. Расчищает этот, тамкадор иностранный. Ну, фронтальный погрузчик. Как он называется, с этим, с ковшом. Он просто толкает, короче, впереди себя. Но не до конца разгребает. Не до самого, скажем так, не до самого дна. Ох, ребята, прицеп дизельсовский на двускатной резине. Да еще и восьмиметровый. Ох-ох-ох! Так. Ну все. Сейчас напишу подписчику. Встретимся. И, возможно, что поснимаем что-нибудь. Поднял, друзья мои, кабину. Блин, нажал сейчас на тормоза. Где-то шипит. Шипит ни хрена, ни камера. Ни камера. Как будто трубка где-то в раме шипит. Что-то вообще не понял. Ой, блин. Почищена бровка. Вон, смотрите, какая. Так, что поднял кабину? Сейчас вот поездил вот эти два-три дня, да? Топливо-то я прибавил немножечко. Так, расскажу немножко, да? Прибавил топливо. И у меня такое ощущение, что стало зажигание чуть-чуть рановато. Потому что топливо стало больше. Оно впрыскивается, я... Ну, это мое мнение. И впрыскивается быстрее. Да? Получается так, что... Я сейчас сделаю чуть-чуть попозднее зажигание вообще на волосиночку. Потому что вот заметил при работе, что тяга-то вообще хорошая. Блин, он прет очень хорошо. Но обороты не развивают максимальные. Как будто вот упираться что-то. Сейчас чуть-чуть попозже я это включусь. Ну, сейчас сделаю зажигание это, крутну чуть-чуть. И потом, ну, потом, конечно, скажу, что у меня получилось. А так чуть-чуть сейчас зажигание поверну, чуть попозже. И все. Зажигание крутнул. Прям вот вообще чуть-чуть волосиночку. Не знаю, если... Ну, посмотрим, как будет. Обратно повернуть никогда не сложно. Это как бы не проблема тут. Тут дольше кабину поднимаешь, чем зажигание регулируешь. Так, друзья мои. Блин, покрутил я зажигание. А я, знаете, как сделал-то? Ну, не по метке, а просто болты подвел, чтобы оба болта сразу же можно открутить. Ну, всегда так делаю. И раньше всегда раз отверточкой риску сделаю, и относительно риски уже поворачиваю муфту. А сейчас, короче, отверточку не взял. Стучу, стучу. Блин, вроде не повернулось. Еще постучал. Блин, вроде не повернулось. Еще постучал. О, вроде бы повернулось. Ну, еще вы думаете, завожу он у меня. Вообще не работает. Ёк-макарек. Вот давай верхнюю мертвую точку выставлять. Ох, чудо, блин, из Голливуда. Ну, так не делается, друзья мои. Не, чтобы выставить. Или метку надо было сделать, чтобы по метке и повернуть попозже зажигание что-то. И сейчас вот выставил в ноль. Я не помню, как я выставлял, как оно было-то. Ну, заводится, работает, как бы. Сделал, короче, все по нолям. Так что сейчас проеду. Сварей съежу, может еще подкрутить. А если понравится работа, то будет так работать. Так, с подписчиком не получилось. С Володей встретиться. Что-то я ему написал. Но он не ответил в Ютубе. Надо было номер телефона ему дать. Сейчас, наверное, я сразу же напишу ему номер телефона. Уже начал, подъехал к выгрузке. Смотрите, Серега выгружает уже мазика. Ё-моё, фокус-мокус, телепокус. Так, Серега, да выгружу его от маза. А потом я на очереди. Ну и все. И помчимся мы дальше. И помчимся, и поедем. На КамАЗе утром раним. Выгружать начали сегодня пораньше. В 10 часов. Такие вот, друзья мои, дела. Ох, прицеп я посмотрел. Дизелесовский, 8-метровый. Серьезная тема, скажу я вам. Зачем-то я парня-то спрашиваю. Зачем у тебя эти? Полоски на кониках, он говорит, не знаю. Как купили, так, говорит, не оторвало. Возили, говорит, на нем 8-метровый лес. В Коме. Маз и телега в Коме была. Какой-нибудь это подразжатый. Так, задние-то вообще как бы разжатый. Ну, серьезно, наверное, возили на нем. Видите, они в разные стороны расшеперены вверх-то. Низ-то прямо, а вверх расшеперены. От души так на нем, наверное, повозили в Сыктывкаре. Так, все, помчались мы, короче, выгружаться, друзья мои. Смотрелся я все-таки с Володей, с подписчиком. О, он тут всей семьей к нам идет. Здравствуйте. Можно поснимать, да? Да, конечно, можно. Вот на YouTube хочет попасть. Вот девочка очень хочет на YouTube попасть. Как тебя зовут? Алла. Алла, молодец. В школе учишься или в саде ходишь? Во втором классе. О, так у меня тоже пацаны во второй класс ходят. Здравствуйте. Это старшая. Это тоже дочка? Ему симпатичная дочерь у вас. Да. И сам Владимир. Да, всем привет. Так вот, сделаем, наверное. Так, подождите. Подарил мне подарок Володя. Свинцо. Блин, я такой и не бивал. Самогонка. Самогонка это? Да. А, самогонка своя. Своя. Ема. У нас много общего, кстати говоря. И такую вонючку. Сейчас еще раз сделаем фотографию, Володь. Спасибо, Володя, огромное. Вот такие у меня подписчики. Все втроем, наверное, подписаны. Отойдите, там машинка. Ну ладно, давайте, Володя. Давай. Отойди, отойди. Помчался я работать дальше. С Володей и с его девочками постояли. Постояли, поговорили. Развернулся, впереди едят. Такой парень. Девчонки такие симпатичные. У него тоже дочери. Очень... Младшая очень говорит, хочу в YouTube попасть. Попадешь. Все там худе. Нормальный парень. Работает в кварцевых песках. Постояли, мы покалякали. Ну, чай попить уж не получилось. С ребятишками. Так что вот такие вот. Такие вот, друзья мои, дела. Блин. Подарился. Я думал, это вино. Это самогончик. Вот такой, говорит, самогон. О, есть пробу, я Володя. Так. И подарил ароматизатор. Короче, не по-русски написано. Потом обнюхаем и скажем. Сейчас уже на ходу не будем, не буду распечатывать. Володя, тебе огромный привет. Всей семье твоей привет. Обменялись номерами телефонов. Если что, говорит, звони. Я говорю, лучше, чтобы ничего у меня не происходило. Лучше так просто созвониться, да, друзья мои. Ладно, помчался я на погрузку. Выгрузился. Сейчас надо опять грузиться. Ну и опять вот в таком бешеном ритме. Кудым-сю-дым, кудым-сю-дым. Такие вот дела, друзья мои. Едет, друзья мои, впереди фишка. Началась, короче, прерывистая полоса. Не сплошная. Блин. Включает левый поворот. Я только обгонять хотел. Только вышел на встречку. Левый поворот включил. Блин. Что за фигня? Может он попутал поворотники? Так хотел обогнать я его. Свободно было, блин. И едем, что мы сейчас? 60 километров. Чего не дал обогнать, непонятно же. Или может он так левым поворотником мигнул, что обгоняй. Так вообще-то правым мигают, когда обгоняются. Когда можно обгонять. Правильно? А сейчас здесь вообще не видать. Поедем, короче, так спокойненько. Встречки еще иду вдобавок. Не знаю, сегодня хватит, не хватит. Мне еще на два рейса фанерного кряжа. Ну, на сколько хватит. Хватит на рейс, значит, я поеду домой. Хватит на два, значит, я поеду завтра домой. Ладно, давайте катимся на погрузку. Пока гружусь. Чайничек вон поставил чуть-чуть. Пусть кипятить. И ароматизатор Володя открывает мой. Очень интересная штука. Е-мое, еще уронил, блин. Блин, пахнет как приятно. Он, короче, еще... Чего непонятно? Так, вот так вот он выглядит. А здесь отверстие-то, где прокалывать надо. Инструкции нет, друзья мои. А, вон же бумажка-то. Здесь ничего не надо прокалывать, что-то. Так. Поддеть металлизированную пленку и аккуратно разъединить две части по линии перфорации, начиная с верхней части отверстия. Е-мое, надо было сначала пленку вот эту отделить. Что ли? Фольгированную. Что, я ничего не могу отделить? Разъединил. Короче, вот так он разъединяется. Хоп. И тут... А, е-мое, чайник еще скипел. Паровоз приехал. Паровоз приехал. И тут такая пленочка. Тоненькая-тоненькая. И, похоже, она будет дышать, друзья мои. Пахнет вкусно. Базара нет. Куда это все хозяйство повесить? На проводок вот сейчас сюда повешу. Повешаю. Все. Пахнет приятно. Ягодками. Володя, огромное тебе спасибо. О-о-о, за подгончик. Ставим лайк, друзья мои. Так, куда я, блин, мусор-то делал? Надо в пакетик прибрать. Все, меня сейчас... Машину погрузили. Рецепт грузить начали. Сейчас я чайку бахну. И опять в бой. Что, посмотрел так? Вроде фанеры мне должно хватить еще на один рейс. Так что сегодня еще один рейс и потом завтра уже домой. Такие вот дела, друзья мои. Чайок попил. Что-то думаю, блин, дай-ка думаю это. Заценю. Ха-ха, занюхнул. Открыл. Ребята, вот-вот, я не знаю. То ли ароматизатор здесь оставить, то ли вот это повесить. Отличный ароматизатор. А запах, друзья мои, бесподобный. Так что, ох, испробуем потом. Наверное, даже в это Рождество возможно. А возможно, нет. Сейчас, друзья мои, пока чай пил, смотрю сюда в окно. Веса бежит. Блин, такая пушистая. Они же, знаете, все облезлое какие-то, блин, такие это были. А сейчас прям такая пушистая, пушистая лиса. Рыжая, рыжая плутовка. Короче, пока я тут телефон брал туда-сюда. Ушмыгнула, короче. Не успел я ее сфотографировать. Ох, и лиса прямо на буфер пришла. Наверное, кушать хочется. А что у нас здесь? Повар готовит в столовую еду по мужикам, своим рабочим. Оставляет, ведь все равно остатки остаются. Куда их выносит. Вот они тут и кормятся. Еще парни говорили, что здесь в лесу водятся рыси. Ни разу в жизни не видел. И не надо, короче. Рысь. Ё-моё. Какой-то у нас вестиход ведь, по-моему, называется рысь. Вот здесь нырочек такой, блин. О, где могут заделать? Юрик Макарюлий. Такие вот дела, друзья мои. Вот здесь вот мужичок. Деревня Рождественская. Короче, ничего не... Неинтересная деревня. Он, короче, это... Тоже из всяких сосновых этих... Завитушек. Делают всякие там беседки, да что-то эти... Качельки делают. О, пацаны Машут. Пацаны Машут, привет. Здорово, парни. Ха-ха. Тоже, наверное, подписчики мои. Хе-хе. Машут улыбается. Привет. Ладно, на, бибикну к пацанам. Как же нет-то? Чик. Что-то нажал. Что-то нажал, короче, друзья мои. Там каторчик, что-то снег расчищают. Зачем? Там какой-то колхоз, что ли, с правой стороны. Ну, не колхоз, а эти. А, да, смотри-ка, туда делают дорогу. Нифига себе. Круто. Там какие-то склады. Не склады, а, наверное, овощехранилища, наверное, какие-нибудь. Овощехранилище. Такие вот, друзья мои, дела. Погнал я второй рейс на Сухач. Березы остается, но очень-очень мало. Зажигание отрегулировал, вообще непонятно. Дыма черного вообще не стало. Малая зиновьева. Вроде волокет, а вроде их вензна. Накрутил, короче, корректор дымности, и дыма нету никакого. Не, она, наверное, будет что-нибудь подрегулировать, потом еще зажиганится. Пораньше может поставить. Чего-то я вообще уже вообще не понимаю. Не, вообще-то, понимать-то понимаю. Только как собака, все понимаю, но сказать не могу. Есть же такая, да, фигня? Хе-хе-хе. Вроде разгоняется. Он как-то, вот понимаете, начал тянуть. Вот до 1300 оборотов, вообще прям, Паша, ревет мотор. И вместо сердца пламенный мотор. Сейчас проверим. Может быть, если по скорости нормально было, как угруженный, я буду ездить 120-130. Шуточки такие, да? Ну вот, разгоняется. Так-то вот уже, что-то. Сколько? О, с горыта еще сильнее разгоняется, друзья мои. Блин, не надо отвлекаться тут. Можно подскользнуться. Сейчас, если вот на пятой повышенной в этот подъемчик выйдем, но будет вообще замечательно. Ну, вообще нормально. Что-то вот как было зажигание, отрегулированное, я не выходил вот в этот-то подъем. На пятой, как повышенной. Он, понимаете, сейчас, он сейчас как бы обороты-то держит. Вот сейчас видим, вот 1400, да? Не показать никак, блин, обороты-то. Ну, почему не показать, да, Алексей Юрьевич? Вот так уже можно показать. О, видите? Держит и держит обороты. До 1400 сбросил, и все, опять пошел в разгон. Ого! Нормально отрегулировал, отрегулировал зажигание. Ну, видите, еще сейчас, как бы, на улице уже 7 градусов мороза, подстывает, и вот этой вот каши-то нету. А то ведь вот эти вот три дня, или сколько, два дня, это же вообще беда. На дороге кашится вот эта вот, блин, как по ней тяжело ехать. Машине-то тяжело, друзья мои. Я устаю, о машине каково. кстати, вот до регулировки зажигания вот здесь я переключался на пониженную. Сейчас он нормально. И оборотом, обороты как бы нормально держит. И бежит нормально. Нормальдоз, друзья мои. Радоваться только нельзя. А то, блин, что, не будет поднять стопутово. Е-мое, блин. И буду, буду опять стоять на дороге. Как это? Как тогда мне написал комментарий-то? Видел, говорит, чербет на дороге стоял. Е-мое, блин. А, да. Разговор-то уже был за этот комментарий. Блин. Забыл, друзья мои, забыл совсем. Повторяюсь. Природа какая. Ух, красотища. Здорово, отца Маша. Здорово, здорово, Николай. Кстати, ресторан вот здесь есть. О, захожу я один раз туда, в этом. А там табличка. Там табличка висит на входе. А, о, подожди, я подправлю. Е-мое, тормозить уже пора, блин, а я разогнал. Разогнался, что ли, шаг. Захожу, короче, в этот ресторан, там табличка висит. Вход только в костюмах. Или как он? Фейс-контроль какой-то. А я захожу в пайке. Ну, не мазутная, хоть, конечно. Ох, ребята, сегодня, что, блин, за день такой? День перед Рождеством. Во все стороны машины едут. Смотрите, там вон какая очередь. И оттуда все, выезжают и выезжают. О, газелька. Газелька последняя едет. Сейчас мы здесь рванем. Вырвемся. О, газ. рванули волосы назад. Вон, смотрите, пожалуйста, ТКТ заправка 45-50. Что, все сейчас сразу, у них вообще здесь от клиентов отбою, нет. На Луколь это вообще безбожная цена на топливо. Ладно, друзья мои, учимся на выгрузку. И так, короче, до бесконечности у меня. Ладно, давайте, увидимся еще, наверное. Так, небольшая вставочка в том виде не в мысль ушла про этот, про ресторан. И мне подписчик написал, сообщение отправил в Володя, подписчик. Говорит, да пиши, говорит, Лев, интересно же, что было в ресторане. Ладно, захожу я туда в фуфайке, а мне продавщица говорит, а у нас, говорит, в таком виде нельзя. Я говорю, нифига себе, как это так, нельзя. Нельзя, у нас мы здесь только в костюмах обслуживаем. Я говорю, ну вообще круто. Я говорю, я вас очень сильно поздравляю с этим, что вы в костюмах только тут людей обслуживаете. Ну я тоже, кушать хочу. Ну короче, с горем попала, меня тогда покормили. Ё-моё, блин, что за люди? Разделение, да. Если ты в костюме, заходи. Я говорю, что у вас, это, говорю, придорожная, блин, кафешка, забегаловка, какая-то, блин. назвали ресторан. Ну нет, там так как пастива, позара нет. Ё-моё, блин. А мне, говорю, так кушать хочется. Ладно, покормили они меня тогда. Не с первого раза только. Больше не хожу я в этот ресторан. Так, короче, я где-нибудь лучше попитаюсь. А что, у меня нету костюма. Как мне зажигание регулировать в костюме, да? Ладно, закончили. Сейчас только что прочитал комментарий, друзья мои, прямо на ходу. Смотрю, пришло в это, ну, оповещение, да? Иван Иванов. Тоже подписчик, наверное, у меня. Может быть, так смотрит. Ну, скорее всего, наверное, скажем, что подписчик. Он мне, ну, не сегодня, наверное, может, сегодня, что-то я уж не помню, не сразу я ответил на его комментарий. Он мне пишет такой комментарий. Наверное, вчера. Отключаете ли вы коробку? Отключаешь ли ты, Алексей, коробку при запуске двигателя? А у меня же в понимании, как отключить коробку. Сопление выжило? У меня была один раз такая ситуация, ребят, я вот так же выжимал сцепление, выжимал сцепление и что получилось? Без воздуха выжимал сцепление через силу, да, чтобы коробка не крутилась при запуске. У меня херак шланг лопнул. Все, Алексей Юрьевич в рейс уже не поехал. ха-ха-ха. И я ему пишу, нет, я говорю, если вы имеете в виду, что сцеплением отключаю коробку, то нет. И вот сейчас прочитал комментарий, блин, комментарий такой написал. Кто не знал, кстати, пользуйтесь, такой вот есть тоже не лайфхак, а русская смекалка. мы, говорит, отключаем, как коробку. Я, как отключаю коробку. Допустим, на повышенной стоит коробка, да, в пониженную и резко сцепление. Нажал, отпустил. И она, говорит, не успевает переключиться, ребята. Ну, из повышенной в пониженную переключиться не успевает и встает на ней трат. Умно, да, друзья мои? Пользуйтесь. Может, кому-то и поможет минусовые температуры запускаться. Блин, на самом деле, как бы, коробка, ну, стартеру тяжело, двигателю тяжело. Это, это естественно, да. А тут, хоп, делитель в нейтраль. Вся коробка стоит, только первичный вал крутится. Вот так вот. Вот только тут знаете, что может быть. Долго так, долго нельзя вот так вот стоять на выключенной коробке. Получится ведь, получается ведь у нас, что? Ну, вообще-то нейтраль. Нижний товал вот, не будет крутиться. Смотрите, у нас смазка коробки происходит за счет разбрызгивания масла. По коробке шестерни вращаются и разбрызгиваться масло, да. Но подшипники на, вот, на первичном валу внутренне, вот, которые оставляются на вторичный валу, вал, которые одеваются, подшипник, да, вот этот подшипничек, вот этот подшипник маленький на маленьком первичном валу, они и все остальные вот эти подшипники на вторичном валу, которые, на которых вращаются 6 они смазываются маслом которая гонится под давлением по этим как они называются в валах отверстие есть же полости до первичного когда вращается двигатель когда заведенный крутится первичный вал на первичном валу вот это называется маслозгонная резьба она и является насосом она вода в маслозгонная резьба является насосом в коробке если коробка будет отключена коробка отключена 6 это будут смазываться а вот на первичном валу подшипник он вращаться на не будет у него смазываться ну как вот показывает практика на камазе можно даже на ней трали какой-то какой-то участок дороги ехать с горы раз удача бог нейтраль потому что это же не втулка это подшипник но тут все равно долго наверное не стоят как бы с выключенной коробкой а может бы какая-то одна шестерня еще в нижней обращаться допустим это в этом же делитель и разбрызгивание это ну вот так масло смазывает ока точно гемагогию раздул блин ё-моё разобрал и разобрали все до конца так что ребята вот пользуйтесь кто не знал увидит не каждый читает комментарии правильно а тем более там несколько комментариев все же не будете читать а так вот вам пожалуйста иван иванов по моему иван иванов у меня уже сбив попасть такая вот русская смекалочка американский лайфхак я мои здесь тоже я немножечко подкорректирую извиняюсь конечно за корректировку такую но все равно там я очень много там думал думал ну как бы говорю думал когда говорил и немножечко неправильно сказал что там вот какая-то шестерня крутиться коробки нет земли потом когда все обдумал и пришел к такому выводу что коробка останавливаться полностью все вот это вот шестерня делителя на так называемая 50 шестерня она тоже вот стоять синхронизатор будет стоять в нейтральном положении в выключенном положении будет вращаться только один единственный первичный вал при вращении этого единственного первичного вала будет вращаться маленький подшипник будет крутиться который находится на маленьком первичном валу и внутри большого первичного вала и будет вращаться вода вот два браслетика два вот этих подшипника на которых сидит 50 шестерня так что запускаться так можно но долго стоять на нейтрале нельзя ну как бы я вот этого запуститься можно базара нет но потом надо будет поработал чуть-чуть а все равно на подшипнике сколько-то смазки есть и включать все таки на вот передачу как бы воздух накачался сразу же включайте так что вот так вот надо делать нашел я друзья мои где у меня трубка шипит что думаю шипит и где-то впереди в бампере а то когда на яме то лазил на яме лазил смотрю у меня короче труба от автономки начала ну как бы расслаиваться там трубка я и не до ума что это на передние тормоза смотрите он видит еще задела и прогорела труба то вообще смотрите что болтаться шел дым был дым йог макарёк и тут не фитингом никак не сделать и тут вот она там он дальше он видно тоже как-то вся изогнулась я наверно на вот просто поменять какой дурак здесь эту трубку сделал блин вообще непонятно же трубка на передние тормоза вот и все ё-моё блин на вот наверно кусок трубки кусок трубки туда и на фитинг как-то соединять или как ли я хрен знаю а у меня трубки на 10 сейчас нету и соединительной этой как он назывался фитинга тоже нету йог макарёк я чувствую что-то хуже и хуже тормоза то блин что сейчас сделать не знаю ну наверно сейчас ничего не буду делать сейчас заеду остановлюсь может в магазине фитинг куплю не знаю кусок трубочки или два фитинга ну на что-то как-то соединять ну посмотрю 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 и поприкину друзья мои так друзья мои что-то у меня с голосом приключилась какая-то беда осип осип друзья мои примчался я на буфер ролик на этом закончим там поснималось уже вроде посмотрел как бы так нормально ребят всех хочу поздравить с рождеством кто будет смотреть сегодня с наступающим кстати сразу же сейчас по-быстренькому смонтирую его просмотрю и постараюсь сегодня же и выложить на данный момент сейчас времени четыре часа вот во сколько выйдет во столько и выйдет но сегодня все с наступающим рождеством друзья мои Володя с его дочерьми большой огромный пример привет блин так что еще хотел сказать ароматизатор пахнет очень вкусненько приятненько висит болтаться давайте всем счастливого пути всем удачи на дороге давайте всем ребята пока увидимся в следующей серии в следующей серии в следующей серии